Минувший четверг, 10 декабря, в городском парке проходил обучающий семинар «Квест» для работников учреждений культуры под новогодним названием «Приключения в зимнем парке». На мероприятие были приглашены представители ЦКС из сел Вольского района. Сам семинар проходил в нестандартной форме, в виде командной игры «Квеста». Это новая форма работы, командообразующие мероприятия, ну иначе, как называют его, тимбилдинг. Но я думаю, что, в общем-то, эмоций много. И помимо эмоций, сегодня творческие работники сельских домов культуры получили еще богатый материал и обязательно применят его в своей работе, в своей практике. Ну, в общем-то, клубная система будет процветать. Участники, прослушав теоретическую часть и получив необходимые инструкции, приступили к практической, где показали эрудированность, ловкость, сникалку и физическую выносливость. Гости семинара были разделены на шесть команд, отличавшихся по цвету завязанных галстуков, и должны были пройти по шесть сложных испытаний. В конце каждого испытания при его точном исполнении выдавался конверт, содержимое которого служило для дальнейшего поиска пути к ключу, открывавшего большой призовой сундук. Территория парка в этот день превратилась в сплошную полосу препятствий. Команды быстро и нетомимо вылавливали рыбок из пруда, окольцовывали фигуры. Все вместе старались отгадать слова, показанные при помощи жестов, вспоминали алфавит при строительстве башни, отгадывали зашифрованные фразы, шарады, загадки, отвечали на вопросы шутки, искали ключ в мутном месте. Каждая группа успешно прошла испытания. Конечно, справиться с предложенными необычайными условиями можно было только при сплоченности и доброжелательности всех участников состязания. Открыв заветный сундучок, победителем стала сборная команда «Желтых галстуков». Эмоций много, с самого начала хотелось выиграть, победить. Бегали, думали, проиграем, потому что, ну, мне не надо, что тебе сказать, эмоции переполняют. Было очень все интересно, замечательно. Найденный на дне сундука сладкое сокровище послужило поводом для совместного кофе-брейка после подведения итогов игры. Оксана Бедова, Вадим Коколиченко, информационный центр «Вольская жизнь».